По данным Федеральной разведывательной службы Германии, в Украине воюют две российские неонацистские группировки. Подразделение Русского имперского движения, Русский имперский легион и Русич. В отчете говорится, что 24 февраля глава легиона Денис Гориев написал в своих соцсетях о том, что организация безусловно выступает за ликвидацию сепаратистского образования под названием Украина. Спустя несколько недель боевой учебный центр организации «Партизан» объявил о наборе добровольцев для участия в войне в Украине. Где именно воюют члены Русского имперского легиона, достоверно неизвестно. Однако, по мнению аналитика Александра Верховского, речь, скорее всего, идет о совместных действиях с сепаратистами из так называемых ЛДНР. В середине апреля, по данным германской разведки, Гориев был ранен, а его заместитель Денис Некрасов погиб. Предположительно, под изюмом. Русское имперское движение относится к ультроправым монархистам. На сайте организации можно встретить антисемитские, антииммигрантские высказывания. Сам сайт, а также некоторые номера печатного издания Русского имперского движения внесены российским Минюстом в федеральный список экстремистских материалов. Но к антиукраинским суждениям руководителей движения у российских властей претензий не возникло. Надо помнить всегда, что русский народ является крупнейшим расчлененным народом мира вообще. Вот это надо нам всегда повторять везде и не забывать. Немцы это повторяли 50 лет. В результате они объединились в одном государстве, немецкий народ. Нам это надо повторять все время. Мы разделенный народ. Поэтому речь, безусловно, о так называемой Украине, когда говорят, это, безусловно, реконкиста, то есть освобождение русских территорий от украинских симпатистов, которые захватили наши территории. Подразделение движения «Русский имперский легион» принимало участие в военных действиях на территории Украины еще в 2014-2015 годах. По предоставленной боевиками информации тогда погибли 6 членов организации. Сейчас российских неонацистов с оружием в руках в так называемых ЛНР и ДНР значительно меньше, чем было 8 лет назад. Это, конечно, капля в море. То есть в 2014 году участие каких-то добровольческих, так сказать, групп из России было просто ключевым, ну, по крайней мере, в первой фазе войны. И националисты там были заметной частью. Не большинством, но заметной частью. Сейчас, ну, мы не видим здесь никакого большого набора добровольцев в России. Таковых людей там было, ну, несколько сот. Это максимум. Причем, скорее всего, это сот немного. Сейчас речь идет максимум о нескольких десятках. На базе учебного центра «Партизан» Денис Гориев также организовал общественную организацию «Резерв Дружина», которая, согласно отчету Федеральной разведывательной службы Германии, получала многомиллионные заказы от МВД, ФСБ, ФСО. По информации издания «Фонтанка», кроме общедоступных курсов военной подготовки, в «Партизане» есть и программа для опытных бойцов. В 2020 году Госдепартамент США внес русско-имперское движение в список террористических организаций, а Гориев и двое его помощников оказались в санкционных списках. Вторая неонацистская группировка, которая, по данным германской разведки, воюет в Украине на стороне российской армии, «Русич» и ее командир Алексей Мельчаков. Они внесены в санкционные списки Канады. Руководители организации Мельчаков и Ян Петровский еще в 2015 году получили удостоверение членов Союза добровольцев Донбасса. Мельчакова также связывают с ЧВК Вагнера. Несколько лет назад он убил щенка и выложил фото в соцсети. Также Мельчаков неоднократно публиковал снимки со свастикой. Члены «Русича» называют себя добровольческим подразделением, которое с июня 2014 по июль 2015 года активно принимало участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне сепаратистов. Однако, по мнению Александра Верховского, решающего вклады в развитие военных действий неонацисты не оказывают. Эта роль очень быстро уменьшалась с самого начала, потому что руководство ДНР и ЛНР, ну как любое руководство, пыталось всех поставить под свой контроль. Под контроль эти разношерстные формирования вставали плохо. Поэтому постепенно в течение года, ну к концу 2015 года практически полностью, вся эта вольница была ликвидирована. Как мы знаем вообще, как в любой войне, в основном зависит от дисциплины, которая в этом подразделении существует или наоборот не существует. Поэтому, да, конечно, были случаи документированные какой-то прям демонстративной жестокости, разумеется. Но я не думаю, что именно неонаций были нашими какими-то чемпионами в этом смысле, среди прочих, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР. В сентябре 2014 года рядом с поселком Счастье в Луганской области боевики Русича уничтожили колонну батальона Айдар. Мельчаков, принимавший в этом участие, открыто рассказывает о том, как фотографировался с телами и частями тел украинских военных. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте. Интересно. К Айдару. Кто меня в этом осуждает, могут пойти на три известные буквы по причине того, что это мой трофей. Я как охотник. Вот есть. Сфоткался. Мое. Что в бою взято, то свято. В документе, опубликованном разведкой Германии об участии российских националистов в полномасштабной войне в Украине, говорится о том, что сотрудничество с русичем и русским имперским легионом доводит заявленную Кремлем причину войны, деноцификацию, до абсурда.